Песня Народные сказания Славяне прославляли богов солнца, ветра, дождя. Календарные праздники сопровождались песнями, в которых земледельцы обращались к силам природы, просили даровать им хорошую погоду и обильный урожай. Цикл календарных песен начинался с праздника Рождества Христова, святок, встречи Нового года. Ряженые ходили по дворам, собирали угощения и пели калядки, короткие рождественские песенки. Обряд калядования заключался в прославлении щедрых хозяев, пожеланиям здоровья, прибавлении семействе, урожая и всех благ. Вторым после святок народным праздником была Масленица. Зиму провожали шумно, весело, радуясь скорому теплу. Пели веснянки и заклички. Существовало несколько разновидностей масленичных песен. Это песни обходов дворов, песни о встрече и проводах Масленицы, песни катания на горе, а также песенные припевки, частушки, выгрики и прибаутки. Летные праздники Ивана Купалы или Русальная неделя несли в себе отголоски языческих обрядов, связанных с колдовством и ворожбой. Купальские песни, веселые по содержанию, но по мотиву обычно грустные, поются только в ночь на Ивана Купалу и никогда больше не повторяются в течение года. Сам народ говорит об этом так. Неинтересны это песни, чтоб часто их петь. А на Купалу без них нельзя. Такой уж обычай. Швырковые это песни, короткие, раз в году и поем их, только припеваем у костра. Песни рассказывают и о праздничном купании. Где Иван купался, берег колыхался, а где Марья купалась, трава растилалась. В Купальскую ночь проводили обряд очищения от болезней, прыгая через костер и водили хороводы. Хоровод – это древний народный танец славян. Символ славянской культуры, основной фигурой танца является круг, символизирующий собой солнце. Хоровод являлся частью любого праздника, независимо от времени года. Важным на деревне был праздник урожая. Крестьяне в народных песнях благодарили силы природы за обильные дары. Радовались окончанию тяжелых работ. Веселые ярмарки после сбора урожая шумели частушками. Называлась русская частушка по-разному. Припевка, страдания, сберушка, завлекаша, тараторка. Ее пели с приплясыванием. Чаще исполнялась она с солью, а право исполнения переходило по кругу среди певцов. Иногда устраивались соревнования. Кто дольше продержится в кругу, исполняет частушки, кто их больше знает. Многочисленные жанры русских народных песен. Это и свадебные, в которые входили причитания, карильные, величальные песни. Величальные песни – это ритуальные магические произведения, которые должны были обеспечить богатую, счастливую жизнь молодых. Их пили всем гостям. Главные персонажи – жених и невеста. Называют их князь и княгиня. У князя есть дружина, дружки. Там есть сокол, павушка, лебедушка, соболь, куница, яблоня, грушица. Персонажами величальных песен являются две группы участников свадьбы. Это и свадебные чины. Жених, невеста, тысяц, педрушка, большой боярин, средний боярин, подружья, поезжанин, сваха, свад, гости новобрачных. Проводы и плачи. В деревнях были распространены воинские песни плачи, рекрутские песни. Служили тогда долго, по 25 лет. Бывало, что они возвращались в отчий дом. Песни, проводы, плачи являлись определенными магическими ритуалами, призванными оградить и сберечь от беды. Семейно-обрядовые песни отличались трогательностью, душевностью и глубоким смыслом. Отдельно можно сказать о колыбельных. Они занимали особое место. Относились к семейным, но не являлись обрядами. Монотонные, успокаивающие мотивы колыбельных передавались от поколения к поколению. Являлись семейным достоянием. Народная традиция колыбельная выполняла функцию оберега и защищала малыша от темных сил и всяческих бед. В русской песне заключается история нашего народа. В ней удань и лирика, юмор и героизм. И не зря гласит народная мудрость. В русской песне душа народа. Редактор субтитров А.Семкин